Андрей Сидельников, политик, лидер международного движения «Говорите громче» сегодня с нами на связи. Андрей, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте мы действительно об этом поговорим, потому что много кто, да, говорит об этом, игнория итоговая пресс-конференция, традиционную прямую линию. Давайте начнем с этого. Ваше мнение, почему этих мероприятий не будет все-таки? Ну, вот мы немножечко даже анализировали с моим коллегой Денисой Пахилой до нашего включения с вами, почему такое огромное внимание сейчас сосредоточено именно на этих мероприятиях, да, и вот заседание правительства, почему, которое сегодня должно было посостояться, почему не участвовал Путин, а в заседании Совета безопасности он принимает участие. Получается, что для него это сейчас все-таки на первом месте и важнее. Вот эти мероприятия, которые я озвучила, почему на них так сегодня много акцентируют внимание не только журналисты, но и международные, даже эксперты? Ну, во-первых, потому что это ежегодные мероприятия, когда традиционно президент Российской Федерации принимал участие и в прямой линии, и общении с журналистами, и в заседании правительства. То есть это такая традиция, и, в общем-то, там многие вещи, мероприятия прописаны и в законах, когда он должен выступать. Ну, не выступает он только потому, что он находится в самоизоляции, он не доверяет ни своему окружению, он, во-вторых, достаточно уже болен, и вот то, что нам скармливает кремлевская пресс-служба, это, в общем-то, монтаж джинса и там новые технологии. Я бы назвал это. Мы помним, буквально недавно была какая-то встреча якобы награждения в Кремле военных, и там просто был силуэт Путина, был вставлен в эту фотографию в общую. И, в принципе, ну, он не появляется на публике. Он боится, он не доверяет, как я уже сказал, людям, и, в принципе, мало что есть, что сказать. Говорить часами, как это было раньше, у него уже не представляется возможным, потому что при всех его выступлениях, которые мы видели ранее, там, несколько месяцев, допустим, назад, да, все появления на прессу, когда это фиксировалось, ему уколят медицинские препараты. То есть они действуют определенное количество времени, и уже, соответственно, ну, было бы странно, чтобы через каждые полчаса президент России бегал бы из-за стола в общении с пресс или с народом, и объявляли какие-то технические перерывы, и просто было бы уже там всем понятно уже точно, что он принимает сильно действующие лекарства. И всего вот это и есть ответ, потому что многие говорят там о неудобных вопросах, которые могли бы прозвучать на той же прямой линии. Нет такого. Ну, ребята, мы же... Вот, вот, и были бы собраны журналисты... Но это странно на самом деле в отношении как раз прямой линии. Вот «Москл Таймс» недавно написали, что Путин лично как раз отменял вот эту прямую линию, и по данным источников издания, изначально как раз в правительстве, изначально в администрации, шла подготовка. Но Путин отказался от этого. Просто я вспоминаю вот этот вот цирк, который называется... Да, спасибо, коллеги, вот как этот цирк выглядит. А Владимир Владимирович, это правда вы? Да, это правда я. Ну, вот вся вот эта история, когда своим решением разрешает девушкам, лётчицам, военным, не только на военно-транспортной авиации работать, но ещё непосредственно на стратегической, там, на дальниках. Вот этот цирк вроде как прекращается. Просто это всё идёт так же параллельно с треком, о том, что постепенно в Кремле задумывается о поддержке, о том, что она падает. Падает она так же постепенно, как и падает якобы здоровье Владимира Владимировича. И странно, что среди представителей администрации и близких людей к Путину не нашлось человека, который сказал бы, Владимир Владимирович, ну, нужно. Нужно что-то сказать, дабы... Они боятся. Они просто боятся озвучивать, во-первых, реальное положение дел, как в России, так и за рубежом. Они ему подсовывают сводки с фронта, которые не соответствуют действительности. И такая информация тоже уже поступает. Из Кремля, да, из администрации президента идут определённые сливы по этому поводу. Ну, ему действительно нечего говорить, потому что, в общем-то, то положение страны, куда он его завёл, оно, в общем-то, мягко говоря, оставляет желать лучшего, да. И понимание у его советников, окружения уже пришло, куда он их завёл. И сейчас они обеспокоены лишь одним, как бы, сохранить и свои места, и свои жизни, и свои деньги. Поэтому, в общем-то, ну... Мне понравилось, знаете, вот, по-моему, на днях он якобы звонил какой-то девочке, они даже не удосужились сделать видео в связь, значит, с этим ребёнком. Просто якобы он разговаривал по телефону и говорит какие-то слова. Ну, уже даже до этого дошло, уже не могут работать, и он не может выйти на видеосвязь. Поэтому вот это джинса, который нас кормит, это всё действительно консервы, которые делаются заблаговременно. Ну, вы, как работники телевещания, прекрасно знаете, как это можно скомбиновать, сделать и сюжеты, и установочные кадры. Так что, в общем-то, здесь ничего такого нового не происходит. Я просто... Возможно, это прозвучит из моих уст, как манипуляция немного, и сравнение, оно не совсем правильное. Но Адольф Гитлер последние четыре месяца своей жизни, он не выходил из фюрер-бункера. Известное место. Один раз, если не изменяет память, в апреле 45-го года он выходил из бункера, пожимал руки защитникам Берлина, условной территориальной обороны тогда Берлина. Молодым мальчиком совсем, на самом деле, там чуть ли не дети были. Когда, помните, у него рука была одна за спиной, известная фотография. Довольно этот сумасшедший взгляд человека, чьим последователем ныне является Владимир Владимирович. Но, не знаю, правильно ли, вот хочется ваше мнение узнать, проводить подобные параллели. Тогда фюрер уходил в изоляцию, когда все больше понимал, как говорят историки, проигрышную позицию. Когда его свита говорила, когда он изолировал Германа Геринга. Это все такой большой процесс был на самом деле. Можно ли проводить параллели с этим сейчас? Ну, сейчас, я думаю, что, наверное, преждевременно эти параллели проводить, потому что всю информацию по поводу последних месяцев Гитлера мы уже знаем действительно от историков, а не от прямого действия, как говорится. И сегодня мы же строим свои рассуждения, анализ на той информации, которую мы получаем. Поэтому, я думаю, что после кончины Владимира Владимировича нам предстоит узнать много новой информации. она будет очень любопытной, по большому счету. Так что, я бы просто, наверное, параллели действительно не строил. Хотя, ну, в общем-то, очевидна действительно схожесть разных вещей. Схожесть и тематики, и то, как российская пропаганда действует сейчас, как вот проводят там какие-то общества, знания буквально, тоже на днях было в Кремле. То ли награждение, то ли концерт был непонятно, оформлено, в общем-то, в стиле немецкого рейха. Ну, то есть, в общем-то, здесь параллели действительно есть, но информации точной мы же не обладаем, потому что нам вообще того ли Путина скармливают? Он все время разный, на разных кадрах, на разных джинсах. Он совершенно отличается от себя, скажем так. А каким будет Путин, по вашему мнению? Я думаю, что он не откажется от такого формата, как поздравление, обращение в новогоднюю ночь, потому что такая многолетняя... Я думаю, оно снято уже. Оно снято. Вот я хотела... Вы же просто... Как раз вы когда говорили о том, что записные форматы, они проще даются, да? На самом деле, это и легче для многих сделать. Это поздравление записное. Кстати, добавлю, что... В телеграм-канале можем объяснить, говорят, ссылаясь на их источники, журналисты, телеграм-каналы говорят, что еще нет новогоднего обращения, оно еще не передавалось федеральным телеканалам. Вот такая информация. Ну, понимаем, да? Я в своем телеграм-канале. У меня большой телеграм-канал. Я вот напишу, спрашивается, а где у них подтверждение, и где будет подтверждение у меня. Я просто понимаю и знаю, как это делалось раньше. Вы что, неужели наши зрители думают, что 31-го числа за несколько часов до начала Нового года выходит резидент любой. В том месте с авторами можем объяснить, и встретимся на телеканале Freedom. Нет, тут осталось пару дней, на самом деле, да. Я думаю, что записная вся история уже готова. Как вы думаете, сейчас тут не для прогнозов абсолютно, какие главные месседжи могут прозвучать? Ну, я так могу предположить, что все-таки будет озвучено, что, дорогие россияне, все идет по плану. Это даже сейчас без стеба и без сарказма. Но что еще может быть озвучено? Вот по вашему мнению, Андрей? Ну, я думаю, что он обязан совершенно повторить вот ту риторику, которая льется последние месяцы с пропагандистских каналов, что Россию обступили враги НАТО, Соединенные Штаты, Англосаксоны. То есть все из этой серии, что СВО – это вот для освобождения. То есть вот эта вся риторика, я думаю, должна войти в поздравление, так называемое поздравление россиянам, и что-то будет обещано, что в следующем году будет намного лучше. Ну, мы все надеемся, что в следующий год будет намного лучше, потому что придет долгожданная победа Украины. А в дальнейшем уже будем смотреть, как будут развиваться события. Но, в принципе, я не думаю, что Путин в следующем году вообще доживет до конца года. Вот если делать какие-то прогнозы, то мне почему-то кажется, ну, в силу разных обстоятельств, что, в общем-то, он как минимум не будет находиться на посту президента Российской Федерации. Естественно. Но в то же время, вот, к слову, по теме обращения, в Кремле обещают, что поздравление Путина, оно состоится без изменения формата. Песков об этом ранее сообщал. На вопрос журналистов, будет ли обращение отличаться от предыдущего, из-за полномасштабной агрессии против Украины, Песков заявил, что каждое поздравление президента, цитирую, несет отпечаток года ушедшего и содержит какие-то основные фразы, основные посылы на год начавшийся. Конец цитаты. Предыдущее новогоднее обращение Путина, оно стало самым продолжительным, длилось 6 минут 22 секунды, как говорят журналисты. За это время он даже почитали, произнес почти 700 слов. Ну, дай бог, с ним те слова, в принципе, не имеют никакого отношения к деятельности Владимира Владимировича. Андрей, по вашему мнению, как вот происходит вот этот процесс избирательный, довольно, где Путин может участвовать, а где Путин не может участвовать? То он не обращается к федеральному собранию, то он ездит по Крымскому мосту, так называемому, на Мерседесе. Почему не на Москвиче? Это, кстати, большой вопрос на самом деле. В Москвиче новом, имею в виду. Но у России... Понимаете, да? Вот это вот разница какая-то неясная. То он на Мерсе может проехать по мосту, показав, что он там отстроен и многое другое, но не может делать вот такие на самом деле, исходя из образа, который строился десятилетиями, важные вещи. Но на Марсе покататься без проблем. Здесь я не знаю даже, как комментировать, к большому счету, эти вещи, потому что, ну, еще раз повторю, у меня большие сомнения, что во всех этих случаях, когда нам было предъявлено Крымской пресс-службой, находится именно один человек. Я просто обратил внимание буквально недавно, когда он приезжал к Лукашенко. Лукашенко, я с ним, ну, много лет назад пересекался. Он высокий очень. А посмотрев на, как они вдвоем стоят, такое впечатление, что Путин на 15-20 сантиметров именно в этот день подрос. Да, ну, такого тоже не бывает, правда? Я не хочу ничего сказать и каких-то концептологических теорий разводить, но для меня вот действительно он появляется в тех кадрах достаточно разный, в разных мероприятиях, на разных вещах. То есть я предполагаю, просто идет такая киносъемка, заготовки и, может быть, даже действительно двойники участвуют в тех или иных мероприятиях. Уж тем более к народу Путин не выходил очень долго, по-моему, с начала ковида. Во всяком случае, информация есть, что он с того времени и заперся в бункере. И в конце, вот, наверное, наверное, я не могу утверждать точно, но видим ли мы сейчас вот такую вот установку, как, может быть, жить путинизм без Путина? Ну, то есть Путин-то есть, да? Он там в Кремле или там на Алтайском крае, или где-то еще там в бункере своем отдыхает. Но, в принципе, система там сама по себе, там, по крайней мере, вот эта вот картинка, она работает прекрасно. И без участия Владимира Владимировича, которые периодически, да, всплывают в средствах массовой информации, да, спасибо, восстановила связь, но все же путинизм жив без своей иконы. Ну, путинизм не будет жить без своей иконы, безусловно. Это будет достаточно короткий срок. Есть просто проблема. Почему-то многие считают, что вот уйдя там, или вот исчезнет Путин, да, и все может быть хорошо. Нет, все хорошо не будет, пока вот эту систему, которую он построил, она не будет выкручена. И когда каждый пособник этого фашистского режима не получит возмездия. А без этого никакого построения ни новой страны, ни мира, ни взаимодействия с внешним миром, и с западными странами просто невозможно. Будет показан определенный оттепель для населения, даже для западного зрителя, но суть останется прежней. Эта система коррупционная, преступная, фашистская, порочная, и она должна быть уничтожена. Пока ее не уничтожат, путинизм будет существовать. Вам огромная благодарность с наступающими вас. 2023 он все-таки и для Украины, в первую очередь, и для Российской Федерации он будет решающим во многих вопросах. Увидимся обязательно с вами. Я напомню нашим зрителям, что Андрей Сидельников, политик, лидер международного движения «Говорите громче», был с нами на связи.